Люк был полметра на полметра. Крышка люка была плоская, железная, квадратная такая, на петлях. И ребята открыли. Ну, со всеми 6-8 миллиметров всего. Примерили меня, я подойду. Я взял дома офицерский ремень у отца, он на двух таких штучках. Взял стропы от парашюта, крепкие, надежные две. Кирпич привязали, проверили, какая там глубина. Я привязался, тихонько помогли. Два фонарика у меня было, плоские батарейки эти советские. Туда спустили, ну и привязали, чтобы юрка не упала. Я отвязался и давай смотреть. Я сразу, я вдоль стенки, стенка выложена с кирпичом, который там лежал, конус был. Все сыпалось, пол пробила в центре, все это сыпалось конусом. Кирпича там ужас был. Вот что еще там лежало. Я мельком раз, я прошел вправо, вдоль этой стены. Стена, видно, немцы, наверное, положили, потому что освобождение Гомеля, кирпичам надо было всем. Они от партизан, скорее всего. Потому что ворота там аж открывать было. Вот, заложили. Я пошел прямо туда. Здесь посвятил какие-то типа печи, ваза с белого мрамора. Или статуя была. Ну так, далековато. Пошел вправо, вижу трехлинейка, ружье, без приклада ржавая. Взял руки, руки вымазал. Дальше ступеньки идут. Слизью покрыто все было. Туда дальше посветил. Конец мая, разлив воды, сажа был большой, там вода. Я повернулся назад, вот, ну и обычно взял фонарик в левую руку. Пришел к этому, где я над люком, они его прикрыли, ну так чуть-чуть светилось. Я как влево посветил, вы знаете, черная земля, бездна. Меня такой ужас схватил, что я ремень надел, подергал, меня не выдернули. Я был бледный. Говорю, хлопцы, там черное все. Это, когда была война, бомба, видать, летела, вот где станцию техников, рядом. И пробила, наверное, стену подземелья. Чем? Или освобождали. И там земля. Мне кажется, просто после освобождения взяли досками, закрыли, или немцы, и засыпали землю. Потому что мы раз сами подошли, привезли черную землю на лошади. Телера такая большая. И две или три женщины высыпали. Он подошел к вам помочь. А вы, детки, если можете, помогите. Вот низинка. И этот Ледвинов сказал, они тоже подсыпали то место. Там проседает земля. И вот этот чернозем весь, я его осветил, когда я перепугался просто. Меня вытащили, вот, эти досочки раздвинули. Мы выскочили на лужайку, вот это, где эта площадка, туда. Под кус сели, я отдышался, отошел от всего. И договорились, осенью пойдем в школу и опять продолжим наше. Но когда я пришел в сентябре на занятия, им сказал, давайте, хлопцы, а не давай смеяться, я говорю, что случилось. Было нам, и же в милицию забрало, и этот люк они замуровали.